итак быстренько скоренько насколько хватает у меня зарядочки сейчас проведем эфир эфир у нас на тему новолуние наши любимые конечно же форма новолуние у нас изменилась имеется ввиду не во вселенной а у нас с вами поэтому будет это конечно же необычным и так все прекрасно помните о том что у нас наида привет я кстати по твоим лошадям там у меня вчера приходили продавцы и покупатели лошадей я тебя свяжу вот я заодно еще и сваха по всем делам смотрите у нас завтра завтра новолуние новолуние у нас будет в водолее это первое новолуние кажется в этом году до 1 новолуние в этом году все все китайские новые годы они всегда делают первое новолуние в свои эти новые года восточный новый год у нас наступает уже завтра и поэтому завтра же у нас и новолуние и поэтому она такой новолуния перехода из одного цикла в другой цикл нам подфартило что прошлый год вот и 22 год он был год тигра тигра водяного черного синего там неважно энергия воды она передается и в этот год ну то есть она будет все равно будет несколько иная потому что тотем животное она меняется меняется по характеру и сам год то есть если тигр был и дерзкий и нападать умеет и выдерживать позиции свои все все характеристики этого животного то у нас неожиданно попадает кролик кролики это не только ценный мех но и 2-3 килограмма ценнейшего мяса у нас с чем ассоциируются кролики это только с быстротой сексуального взаимодействия со своей супругой вот а можно сказать что вот будет очень быстро на личностные отношения но не тут то было кролик это еще и заяц а заяц это на самом деле мистическая такой тотем то есть такой образ животного который сам по себе знаете и это утка в зайце за это в утке там яйцо то есть наши сказки они же не просто так придумано зато он быстро бегает мало того он мутирует очень хорошо в погодных определенных условиях его не трусость а осторожность можно так сказать год осторожный потому что можно конечно же назвать это трусостью и дрожит как заяц там осиновый листом все остальное от чего-то убегает на самом деле это энергия того же зайца кролика может говорить о том что помните да еще в алисе стране чудес этот заяц кролик присутствует он такое переходящее животное имеет очень мистификацию большую сейчас времени нет об этом разговаривать вот но просто скажу это иногда не трусость это иногда состояние безопасности для себя и для своей семьи и я люблю советский мультик как там добрый заяц ходил для свою свою семью хотел прокормить и в итоге всем раздал и без ничего якобы остался но вот это так своеобразная такая щедрость доброта она же ему вернулась каждое животное кого накормил принес ему потом в конце голову но домой плоды так вот этот год на нас может стать тоже очень плодоносным по тем действием которые мы сделаем в этом году по отношению к близким людям близким людям к знакомым то есть вообще взаимодействию между человеками вот если разбирать легенду вы ее все читали кто там пришел первая прибежала мышка на всех обманула перепрыгнула потом там уже то бык и вот все они пошли друг за другом тогда это еще конечно не в такой поддающийся сомнению но вопрос другом почему именно животные стали тоже мы разбирать не будем у меня была целая статья подготовлена не могу пока найти у себя в этом такого отредактировать в компьютере но хочу вам сказать откуда характер у этих животных и почему эти животные такие же хитрые продуманные как люди то есть мышь обманула всех кого могла включая кота с которым они были вместе в это же история умалчивает почему сегодня же еще и год кролика и кота вот они вместе были у быка на на этом наверху и по своей сути мышка всех обманула и 1 перепрыгнула но в этот же момент там мы был к но из-за своей ленности за своей самой значимости вот то есть он немножко под задержался вопрос заключается в чем у каждого животного есть какие-то характеристики и они не всегда бывают очень приятные хорошие по своей то сути вот мы не берем это мы берем то что нам дали из этого мы сейчас делаем конфетку кстати во вьетнаме нету года кролика есть год кота нет у них кроликов есть котики вот нам еще ближе котики они красившие интересны давайте мы возьмем еще и эту характеристику не только вот зайцем еще чуть определили ну и что такое коты и кошки во первых думающие о себе привыкающие к месту они к людям гуляющие сами по себе сами себя вылизывают сами себя обслуживают сами все себе делает то есть в первую очередь заботиться о своем микроклимате а потом уже дарует что-то а также еще у кошачьих есть такая история как как называется они подбирают вот эту разную негативную энергетику чистильщики их можно назвать то есть по своей сути получается вот этот двойной год того же кролика и кота он очень в кайф мягкий пушистый будет всем нам почему осторожность принятия решения а без безопасность на которую будем смотреть и еще безопасны сама по себе еще забота о семействе о потомстве плодородину то есть это плодоносящие все вот и кошка с этой стороны думающий эгоистично но при этом все вычищающие свою территорию с точки зрения ну подчищает с точки зрения энергии поэтому вот я всегда говорю будут хороший какой бы он ни был я желаю вам сразу пусть этот год я еще завтра постараюсь выйти пусть этот год будет таким годом который вам вы будете говорить болен а вот в двадцать третьем году я сделала что-то а вот это получилось вот так вот так и помимо всего прочего это новолуние но у нас водолеи подали это новолуние иногда бывает в козероге начинается год в козероге да вот и водолея что же такое водолея вы все прекрасно знаете с одной стороны это свободолюбие взрывчато творчество это забота не только себе но и коллективе это нечто такое как сказать в час коллективное мышление очень сильно будет тоже работать а так как это водяной кролик у нас я вам все рассказываю потому что вы любите китайский новый год русский новый год да я например предпочитаю еще дождаться славянских нового года зарастрийского то есть весеннего нового года там еще другие тотемные животные вылезут офигенные классные все будет супер вот они будут подробнее потом рассказывать но если мы это принимаем и мы я вам и рассказываю какие энергии вы можете получить раз вам это очень близко энергия воды это эмоции энергия воды это еще и деньги это все что является сутью важностью внутренним нашим состоянием да это вот наше биение сердца когда вот мы любим когда мы понимаем вот здесь кошки скребут это как раз вот именно водная стихия нам дает это все ощущать и чувствовать почему мы все время чувствовали все новолуние чему и учились говорили чувствую закрывая глаза чувствую что происходит поэтому это эмоционально чувственная история при этом всем чувствовать не только себя но и чувствовать общество чувствовать что рядом происходит и даровать тоже чем наполнено даровать этим людям с которым вы взаимодействуете это очень важная важная составляющая а еще хочу вам сказать чтобы изменилась ваша жизнь сделать в этой жизни то если вы хотите что ваша жизнь случилось то чего никогда не было сделайте то что вы никогда не делали мне очень нравится это выражение в один момент мне очень многие пишут писали сейчас никто не пишут нации все меня понимают писали о том что зачем вы используете частичку не это же отрицание можно сказать у вас будет много возможностей вот вопрос в чем если есть это не то тогда она есть не надо его бояться ничего вы в голове не фиксируйте эти события нельзя говорить да можно тогда небо не говорите то есть не бог нету бога не жность нету жности жность это но это нажать это жатва и все остальное то есть давайте мы не будем вот иногда разбирать а салат оливье по ингредиентам это хорошему не доведет вкус салата оливье он едином поглощении вкусе на за разнообразие вот если в крови разбирать лейкоциты тромбоциты еще кто там у нас уже забыла уже вот находится в отдельности они ничего не значит только плазма их соединяет и тогда они начинают свое движение так вот и здесь то же самое пусть она все будет у нас органично главное понимать определенные понятия и не расходиться в этом и все тогда будет складываться хорошо как и что то если нет у человека того чего нет надо то то что то он хочет как это обойти мозг вытравить для того что вот так вот так обходными путями да иногда это надо начальном этапе обучения когда когда вы учитесь чувствовать слова или формы или энергии в том когда это выстраивается то так вы тогда на мотив мотивацию делаете и намерение правильно от этого уже больше больше идут изменений и так о годе можно говорить течение года и что я и сделаю попасть а но реально времени хватает улетаю бегом вот но не могла я вам не выйти в эфир и не рассказать хотя бы так быстренько быстренько новолуние классная она переходящая поэтому она у нас отличается для участников новолуния она будет отличаться от всех предыдущих здесь вам как экзамен нужно сдать его и научиться через чувствование выбирай там у вас будет в инструкции написано что вам нужно выбрать и как это сделать понимая что осталось сутки не все успевают ознакомиться с этим ничего страшного знаете мы работаем три дня по новолунию для приятия этих энергий тем более энергии еще идут с переходом это новолуние перехода я назвала переходом на другое тотемное животное которое несет свои собственные характеристики которые вам близки и которые вы воспринимаете вот но тем не менее это не только переходные перемены каждый день который будет в вашем внимании прожить он будет нести перемены это крутое такое сводоблюбивая новолуние я очень люблю новолуние водолеи очень честно вот поэтому луна рождается энергия набирается луна водная стихия сама по себе правительница да год водного кролика зайца кота наступает вот будет это в стихии воздуха водолея хотя не воду льет а когда мы все привыкли а это просто волны волны электромагнитные информационные волны волны поэтому воспринимайте информацию максимально лайтово легче для себя я буду рядом со всеми участниками новолуние вот форма новолуние в этом году будет иная начиная с уже с февраля вот а так мы сейчас и встречаем это и одно и второе третье а еще раз всем спасибо за поздравления которые идут у меня в течение 12 дней после дня рождения и я на этой же волне своей своей энергии рядышком с вами все творим все это делаем на самом деле очень сильно люблю обожаю целоваю и все кто у нас участвуют все кто решил сделать себе ритуал на большие деньги с пшеницей знаете вот как раз завтра у нас отчет от этого новолуние и по инструкции вы знаете в какие дни что и как делать люблю целую просто не могу сейчас а этот отвечать на вопросы дневник какой дневник экстрасенса вряд ли он будет если только я сама не буду делать свое собственное реалити прямо у вас вот здесь в эфире это первое а дневник как ежедневный да он готовится и он будет благодарю вас тоже за доверие за любовь за то что вы живете в своем ритме смотрите туда куда надо и делайте то что необходимо укрепляемся любим живем обнимашки целовашки